Мы рассказываем про район, о котором, без преувеличения, можно сказать, слагают легенды. А что на самом деле представляет из себя этот район? Здесь не так много людей, как в центре. Транспорт есть куда ставить? Вот это проблема, да. Тротуары есть? Есть. Если дождь прошел, грязь месить не приходится. Идем по тротуарам. Вот такое тут безобразие, а я без плавок. Подскажи, как часто тут такое происходит? После каждого дождя. Я слышал такую байку, что на Диносе живут самые лучшие люди. Знаешь, Артем, байка у меня другая существует. Для кого вот вы считаете, Дино больше подходит? Для всех он подходит. Как и любой, мне кажется, уголок в нашей стране. Всем привет! Программа «Городок» снова на ваших экранах. Мы рассказываем про город Покровск и про его районы в частности. И сегодняшний выпуск будет про район, о котором без преувеличения, можно сказать, слагают легенды. Кто-то говорит, что здесь живет очень много неблагополучных граждан. Другие, что район как-то неудобно расположен. Ну а третьи, наслушавшись первых и вторых, просто никогда здесь не бывали. А что по этому поводу думают местные жители? И что на самом деле представляет из себя этот район? Узнаем в сегодняшней программе. Итак, мы на поселке Динзавода. Или по-простому на Диносе. Начинаем! Поселок Динзавода. Общая площадь почти 5 квадратных километров. На территории района есть школы, детские сады, госпиталь, рынок, миграционная служба. В общем, абсолютно все для нормальной жизнедеятельности. Но учитывая немалые размеры поселка, мы разделили его на две условные части. Одноэтажную и многоэтажную. Итак, сегодня мы посетим Динос многоэтажный. Поехали! И начнем мы, пожалуй, прямо отсюда. Конечно же, наш любознательный зритель сразу же спросит, почему рассказ о Диносе начинается от проходной завода. А все потому, что начало строительства красноармейского Диносового завода в 30-х годах прошлого столетия и дало старт заселению и застройке этой территории. Не было бы завода, не было бы и поселка. Пройдя каких-то 200 метров от проходной динзавода, мы попадем в то место, которое местные жители считают любимым местом отдыха. Это, конечно же, парк. И, кстати, буквально пару лет назад в парке прошла небольшая реконструкция. И теперь гулять здесь гораздо приятнее. Буквально на секунду вас прерву немножко вашу тренировку. Мы снимаем программу по Диносу. Программа «Городок». Мы рассказываем про районы города. Сегодня мы рассказываем про Динос. Вот буквально пару вопросов хотим задать. Вы здесь живете? Да, но не так давно. Вы переехали сюда? Купили жилье? С другого района переехали или как? Ну, почти, да. Если не секрет, почему Динос выбрали? Потому что муж здесь живет. Так сложилась жизнь. Муж живет здесь и вы сюда. Ну, сложилась жизнь. И мне нравится принцессор. Нравится Динос? Да, очень нравится. Более даже, чем центр. Ну, давайте тогда назовем причины. Чем он лучше центра? Во-первых, наверное, потому что здесь не так много людей, как в центре. Это правда. Людям можно сходить, правильно? А люди не уйдут уже. Да, да, да. Чтобы они все дали подышать, так сказать. Парк есть, в принципе, пожалуй, даже не хуже, чем, как по мне, в центре. Ну, юбилейный. Отдохнуть ездить, погулять ездить. Конечно, хотелось бы, чтобы еще было для деток что-то помимо батута. Ну, какую-то карусельку на постоянной основе нужно было бы и поставить. Да, согласен с вами. С какими проблемами можно столкнуться при переезде в этот район, вот, из другого? Да, мне кажется, не конкретно в этот район. В любой район вы переедете, но будут проблемы какие-то. Но это же все решаем. Ну, а вот вы сталкивались с какими-то вот примерами? Знаете, я плавно подготавливалась к этому переезду, да. А, то есть для вас ничего не было нового? Я несколько лет уже, скажем так, здесь все осмотрела, присмотрела, что мне нравится, что мне не нравится. В принципе, я более чем довольна. Тем более, такой парк замечательный сделали. Роз на насадили у меня. Розовый очень красивый. Каждую розовую перенюхаем, да, замечательно. В последнее время мы довольно-таки часто слышим о том, что город Покровск – это город миллиона роз. Вы знаете, что, глядя на парк Димзавода, с этим очень сложно не согласиться. Да, конечно, цветочки сейчас уже немножко подвяли, ну, и неудрено, да, по такой жаре. Но все равно аромат приятный, и очень хорошо, что они здесь есть. А вот и доказательство того, что отдыхать здесь действительно очень любят. А еще вот я заметил, вы вот занимаетесь спортом, и, насколько мне известно, Динос – это такой, можно сказать, как спортивный центр города. Здесь есть спортивный комплекс, есть стадион. Вот, например, парк тоже недалеко от жилой зоны, то есть можно выйти, побегать, позаниматься. Как вы считаете, со спортом тут все в порядке? Я считаю, да, здесь все в порядке. У меня сыну еще, конечно, двух лет нет, но я уже думаю, куда я его. На какую секцию? Да, многие знакомые вот тоже действительно дают спортивные комплексы и при школах, и в шестой школе, знаю, водят. В детском саду присмотрели уже место? Ну, конечно, мы родились уже сразу присмотрели в детском саду место. Не было проблем с очередями? Ну, во-первых, проблема сейчас глобальная во всем мире с детскими садами, наверное. Ну, конкретно здесь вот вы как… Да, мы должны были бы пойти в него, но мы не пошли, потому что у нас есть сильная группа, и, естественно, не берут. Транспорт есть куда ставить? Вот это проблема, да. Нашли таким и минус, нашли. Это бы мой муж сказал под выставительным знаком. Некуда ставить транспорта, гаражей нету. Парковок. Парковок нету. Нету. Так это, наверное, проблема не только 11, а парковок нету. Вам хватает всего здесь в районе? Вот смотрите, вы на работу ходите пешком или на транспорте? В последнее время пешком. Пешком. Тротуары есть? Есть. Есть. Если дождь прошел, грязь месить не приходится. Идем по тротуарам. Смотря где. Смотря где и где не хватает тротуаров. Ну, на некоторых улицах. На некоторых улицах все-таки тротуаров нет. А в целом, про качество этих тротуаров, что можете сказать? Ну, я не специалист. На ваш взгляд, взгляд простого человека, обывателя, который по ним как раз и ходит каждый день? Конечно, хотелось бы немножечко лучше, но будем верить. У нас все будет хорошо. Маршрута хватает? Конечно. Какие маршруты? Какими пользуетесь? Ну, мы можем как местным, двойка, двенадцатый, так и... Часто ходят? Ну, каждые полчаса. Каждые полчаса и до скольки? Я не знаю, я поздно не езжу. То есть вас устраивает? До скольки бы они не ездили, вам хватает? Да. Отлично. Погода спешком пройти. Как здесь молодежи живется? Что здесь делать молодежи? Ну, мы с друзьями ходим на стадион Металлург, занимаемся несколько раз в неделю, гуляем по парку, гуляем по улицам, наслаждаемся. Давай сразу начнем вот со стадиона. Как тебе стадион? Всего там хватает на стадионе? Да, стадион очень хороший. Вы там в какую-то секцию ходите? Нет, мы просто занимаемся, бегаем. Просто здоровый образ жизни. Спорткомплекс Металлург, давайте быть честными, является центром спортивной жизни не только этого района, но и всего города в целом. Здесь просто невероятное количество секций. Есть и волейбол, и бокс, и даже регби. Поэтому, если хотите быть быстрее, выше, сильнее, то вам сюда. Следующее, ты говорила у нас про парк. Как тебе парк? Парк очень хороший, но юбилейный, конечно, будет покраше. Хотелось бы и у нас разных подсветочек. Здесь, может, даже фонтана, что-нибудь интересненького, яркого. Вот вы говорите, гуляете по улицам, тебе не хватает в парке подсветок, а по улицам подсветок хватает? Фонари светятся? Да, освещение очень хорошее, на самом деле. Везде нас освещен или только центральные улицы? Освещены все улицы, но где-то лучше фонари, чем... Где-то плохо светят, где-то хорошо. Да, хотелось бы равномерного освещения, чтобы неожиданно не проваливаться в какие-то ямы. Да нет, ям нет. Ям нет? Нет, таких, в которых бы можно было провалиться. Если летом в 40-градусную жару вы боитесь выйти из дома, чтобы не сгореть, смело переезжайте на Динос. Тут этого тенька просто завались. Деревьев куча, все они пышные. Отлично. Вот такое тут безобразие, а я без плавок. Подскажи, как часто тут такое происходит? После каждого дождя бери в лодку и переплывай. Вот идешь с рынка домой. Получается, вот до 28-го дома, вот никак же даже не дойти, обходить, получается, с этой стороны. Обходить вокруг дома, то ли с той стороны, то ли через 20-й дом обходить. А из-за чего это? Это где-то течет канализация или это дождь? Это дождь собирается, вода для дождя. Вроде как бы и ливневка есть или что-то на то похожее. Тем не менее, вода и каждый раз такая... Абсолютно каждый дождь и все тут затопляет. Вон в соседний дом, там, например, стояла вода, там делали ливневку. И каждый раз теперь там вода по асфальту сбегает. А здесь собирается. А здесь собирается. Хоть на море не едет, вышел, покупался. Можно, в принципе, ставить прокат катамаранов и зарабатывать деньги. Прибыльное дело. Да, да, да. Ищем инвесторов. Прямо по домам, да, да, да. Вот здесь ставим, значит, лежаки, вот здесь купаемся, загораем. Сладкая вата. Сладкая вата. Ну, вот что хорошего тут есть, на ваш взгляд? Ну, народ дружный. Народ дружный. Еще есть плюсы? А плюсы, то, что некоторые, кто пользуется наркоманией, тот просто... От местных жителей я слышал такую байку, что на Диносе живут самые лучшие люди. И, как оказалось, это действительно правда. Вот сегодня мы встретили отличного человека, просто замечательного. Это сотрудник телекомпании «Орбит», а точнее сайта «Покровск.ньюз». Журналист. Правильно? Правильно. Надя, здравствуй. Надь, ты же местный житель, живешь здесь на Диносе? Да. Расскажи, как тебе тут? Знаешь, Артем, байка у меня другая существует, которая мне знакома, что Динос, это такой район, который, я не знаю, здесь пацки с райончика, дети в песочке. Вот как. Вместо песка у них там грандшлаг. В общем, сурово воспитывается с самого детства. Тут воспитываются самые лучшие, но суровые ребята, да? Суровые, да. Но я хочу сказать, что у нас все здесь не настолько сурово. Почему-то один нас боятся таксисты, они его не любят. Это правда, я тоже это слышал. Потом сюда боятся мальчики провожать девочек, которые вот местные жители. Не знаю, почему такой стереотип сложился, но реально здесь живут классные люди, здесь своя атмосфера, здесь каждого знаешь в лицо. И в принципе, ну, я вообще не считаю наш район каким-то ущербным, как-то непонятным, страшным. Здесь все, по-моему, проще простого. Здесь у нас, во-первых, прекрасная развязка. То есть с Диноса можно без пересадок уехать в Димитров на Родинску, в тот же центр. То есть в отличие, допустим, от жителей Лазурного, того же, которым с пересадками нужно добираться, если вдруг понадобится. Во-вторых, у нас здесь есть две школы, два садика. Ну, а про эту локацию мы поговорим немножко поподробнее. И привлекло наше внимание не качество образования в этом учреждении, а его внешний вид. Скажите, вас не смущает ее состояние, ее внешний вид? Ой, состояние, конечно, плачевное. Глядя на фасад школы, глядя на заборы, глядя вообще на территорию, здесь забора вообще нет. То есть дети на открытой территории, в принципе, находятся. И я так понимаю, что ремонта здесь не было очень давно. Ну, здание вообще выглядит как такое, я бы сказал, историческое. То есть оно очень старое, это явно видно по типу постройки. И такое ощущение, что, наверное, с момента, как ее построили, с тех пор капитально ей никто не занимался. Ну, я думаю, да. Это все вашими руками? Это все нашими руками, все деревья нашими руками, вся детская площадка. У нас же невозможно это все сделать, потому что у нас люди неконтролируемые, особенно молодежь. Вот был жираф, а лавы нет. Были ландалы. Были солнышко было, сделали все своими руками, со скатом. Ну, вот пальма осталась, видишь, как она красивая. Пальма красивая, да, да. 54-й год дома. Ну, мы вот с людьми общаемся, и жители пятиэтажек все в один голос говорят, что на самом деле, несмотря на то, что пятиэтажки новее, но жить лучше в двухэтажках. Потому что двор большой, гараж прям под домом, детская площадка рядышком. И самое главное, мало соседей, с которыми проще совладать. Я согласна. Если бы вам сказали, вот выбор, пятиэтажка или двухэтажка. Ну, явно, я жила в пятиэтажке, жила немного, хотя бы два месяца я прожила на пятом этаже. Это, конечно, ад. 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 Будем говорить ад. Перейдем к коммунальным вопросам. Свет, вода. Что по этому поводу? Ну, вода, вы знаете, как сейчас идет? Здесь нет. Расскажите. А вот я тебе расскажу, как вода идет. Вода идет с пяти утра до десяти. И вечером идет она с пяти до десяти. И как перепуганный бегаешь с этой водой. Ну, как бы, это дискомфорт. Ужасный дискомфорт. Для всех людей, тем более детки. Парк, я очень рада, что он благоустроен. И там розы, всякая такая. Много недоделок. Конечно, это кафе снести. Хотя бы эти развалины, руины металлические. Потому что ребенка может, не дай бог, что... Там бы надо детскую площадку подремонтировать. Потому что молодежь тоже бывает такая со странностями. Надо там покраской заниматься. В общем, туда нужен сторож. Чтобы кто-то охранял это все. Либо наряды муниципальной полиции, которые будут не только днем ходить, но и вечером. Они проезжают вечером, посмотрели и все. И вот эта железная непонятная, когда там машинки ездили, были. Коммуникация какая-то, железная. Она тоже там не нужна. Там кто-то когда-то или кого-то. Причем она-то уже точно не год, не два стоит. Она уже стоит десятилетие. Десятилетие. Раздолбанная. Это еще она стоит, стоит, стоит где-то с 90-х годов. Мусор там убирается. Ходят вот эти рабочие, которые ЖКХ, или как они там, кто они там называются. Что-то от себя еще. Может, лично что-то вас так тревожит безумно. Да что-то тебя что-нибудь тревожит. Расскажи, пожалуйста, вы как молодежь. Кафе тревожит. Кафе тревожит. Сгоревшая которая. Конечно, это самая больная тема. Ну, это все осыпается. Для молодежи я хотела бы, чтобы было какое-то заведение. Но не сгоревшее, а нормальное и работающее. Вот этот так называемый Диносовский маяк уже является чуть ли не изюминкой, или, так сказать, достопримечательностью района. Хотя, глядя на его состояние, лучше держаться от него подальше. В целом, вот Динос, так везде, как вот у вас, или где-то лучше, где-то хуже? Мне Динос очень нравится. Мне не нравятся ни микрорайоны, там, где постоянно большой поток людей. Очень много людей. Это раши. Во-вторых, он не сильно, не слишком озеленение, такое, как здесь. Для кого, вот вы считаете, Динос больше подходит? Для молодежи, для среднего возраста или для пенсионеров? Как вы считаете, для кого этот район? Для всех он подходит. Для всех возрастов? Конечно. Точно так же, как и любой, мне кажется, уголок в нашей стране. То есть вы считаете, если человек, неважно в каком возрасте, вдруг решил переехать на Динос, купить здесь жилье, то можно не стесняться, спокойно переезжать. Вы даете гарантию, все будет отлично. Нет, ну, отлично, не отлично. Но, я думаю, приспособиться можно. Развивается район или нет? Конечно, район намного изменился. Даже взять парк, в котором мы находимся, ну, он, извините, пострашнее был, неухожен был. Какую бы оценку вы поставили Диносу по 10-бальной шкале? Только честно. Честно? Да. Ну, моя золотая середина, где-то семерочка. Семерочка? Ну, это чуть выше середины. Мне нравится. Ну, я думаю, это отлично. Здесь моя любимая работа. В целом, Динос, как на твой, чисто на твой взгляд, развивается или нет? Я думаю, да. Динос развивается, и это заметно невооруженным взглядом. Даже на тот момент, когда мы сюда приезжали, здесь было гораздо хуже. То, что по городу развивается, тоже развивается и на Диносе параллельно. То есть мы не считаемся каким-то отдельным государством, заброшенным. У вас же есть здесь и свои праздники, у вас здесь своя больница, свой стадион, свой спорткомплекс, свой рынок. У вас здесь все свое. Это практически город в городе. Да. Мне кажется, это прям вообще классно. Ну, да. Ну, а на этом, пожалуй, все. Но только лишь на сегодня. Ведь поселок Динзавода, очень большой район и частный сектор в нашей программе остался практически незатронутым. Поэтому следите за анонсами и до встречи в следующей программе. Пока. Субтитры подогнал «Симон»